всем привет сегодня мы рассмотрим тетрис один из древних тетрисов из 90-х айки у стакинг 32 в одном b328 питается от трех пальчиковых батареек ну естественно сделано в китае написано экран достаточно большой кнопки старт пауза сброс включение выключения звука и включение выключения тетриса кнопка вверх она переключает стрелку перемотки вариантов либо вперед либо назад кнопка вниз переключение игр кнопки влево вправо они переключают уровень и скорость кнопка вращения стрельбы кнопка вверх и перемотка вариантов либо вперед либо назад она дублирует кнопку вверх на крестовине динамик расположен спереди давайте его включим и первая игра это арканойд ну здесь обычный арканойд но при прохождении игры обнуляются очки и возвращаются жизни вторая игра это арканойд нужно отбивать кубики которые мигают в тех местах где их нужно отбивать можно и кнопкой вверх можно и так ускорять кнопкой вверх или ротейтом ускорять можно так это кнопка сброс но он все сегменты здесь экран как у классического тетриса вот так переключается игры это перемотка вариантов назад а это перемотка вариантов вперед третья игра это арканойд со стеной это аналогичный вариант первой игре но здесь добавили стену четвертый вариант тоже что и второй но только со стеной попытаюсь пройти сейчас попытаюсь пройти этот вариант арканой да но это не так все просто как кажется на первый взгляд что и в первой игре что во второй но здесь довольно сложный вариант арканой да даже можно отбивать кубик вот так можно отбивать кубик под углом 90 градусов ну и так далее после того как ты отбил все эти мигающие кубики переходишь на следующий уровень пятая игра это двухсорони арканойт пято игра это двухсорони арканойт тут вот 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 Так еще три кубика осталось отбить. Так, последний кубик остался. Есть! Ну и сразу восстанавливает жизнь и обнуляет очки нам, как в первой игре. Как и в первой игре, нам обнуляет очки и восстанавливает жизнь и увеличивает скорость. Так, это у нас двухсторонний арканоид, где нужно отбивать кубики в тех местах, где мигают. Это еще один вариант. То же, что и односторонний, но здесь гораздо легче двумя каретками отбивать кубик, чем одной кареткой. Вот двумя каретками лучше отбивать со всех сторон. Главное не упустить со всех сторон кубик, который летает под углом 90 градусов и под углом 45 градусов. да, тут есть такое, есть такая особенность тут. Можно вот так отбивать. Можно вот так отбить. Вот так. Ну, это после того, как ты прошел уровень, ты уже переходишь на следующий уровень. Ну и так далее. Седьмая игра. Это двухсторонний арканоид со стеной. Восьмая игра. Двухсторонний арканоид со стеной, но с мигающими кубиками, которые нужно их отбить. Далее стрельба идет. Здесь Аполловская стрелялка. Такая же, как в Тетрисе Аполло. Но здесь не можем мы вызвать вторую пушку ценой. Но здесь одна попытка. Только ускоряет конструкцию. Точнее, ускоряет падение тучи из фигур Тетриса и Пентекса. Можно и кнопкой вверх стрелять. Не только ротейтом. Можно и кнопкой вверх. Можно вот этой кнопкой стрелять. Ну и так далее. Так, здесь уровень звука вот такой. Сейчас. Ну и вот такой уровень звука. Потише. И выключенный звук. И снова громкий. Здесь целых три уровня громкости. Десятая игра. Это у нас стрельба, где проскакивающая точка. Точнее, стрелёк с проскакивающей точкой. Здесь она не особо мешает, но она помогает. В каких-то ситуациях. Но нужно её вот так отбивать вместе с тучей. Вот так. Так, далее у нас. Одиннадцатая игра. Одиннадцатая игра. Это у нас тоже стрелялка. Ну. Здесь уже. Ну, здесь такая же, как и первый вариант. Ну, вон, ускоряем тучу. Ну, и всё. Одна попытка. Далее идут заполняловки. Так. Тринадцатая игра. Заполняловка. Ну. С передвигающейся точкой. Далее заполняловка. Такая же, как первая. Ну. Здесь принципиальное отличие в том, что здесь... А нет. Хотя это тоже, что и первая. Просто здесь усложнённые фигуры падают. Помимо обычных фигур тетриса. Далее пошли тетрисы и пентексы. Вплоть до тридцатого номера. Далее у нас тетрис. Далее у нас тетрис с возможностью провести линию в тех местах, где мигают кубики. Вот такой сейчас уровень. Вот первый уровень. Второй. Третий. Четвёртый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. И девятый. Ну и так далее. Под семнадцатым номером у нас такой же тетрис, но с подъёмом. Далее идут тетрисы с передвигающейся точкой. Можно из этой точки сделать пять линий. Так, далее у нас передвигающийся тетрис пошёл. Ну и далее такой же тетрис, как и второй вариант, но уже с передвигающейся конструкцией. И нужно провести линию в тех местах, где мигают кубики. Далее пошли у нас тетрисы с инверсией. А нет, это у нас с передвигом. С передвигающейся конструкцией. В другую сторону. А нет, подождите. Да, это передвигающийся тетрис. В разные стороны, правда, двигается. Ну и далее одно и то же повторяется, но уже с усложнёнными фигурами тетрис. С усложнёнными фигурами пентекса. Пентексы пошли. Ну, далее пентекс здесь. То же, что и обычный тетрис. Тоже провести линии в тех местах, где мигают кубики. Ну и далее, далее, далее. До тридцатого номера тетрисы и пентексы пошли. А по тридцать первым, тридцать вторыми номерами уже змейки пошли. Это у нас змейка. Ну, как видим, змейка без очков. Но здесь уровни усложняются. Здесь препятствия генерируются в каждом уровне. И после прохождения девятого уровня увеличивается скорость. Тридцат. 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 Ну и так далее. По три старым номерам такая же змейка, но с другими препятствиями. Самое интересное, что точки бывают еще в самих препятствиях, которые можно съесть. Здесь немножко другие локации. Если поставим игру на паузу, выключим и включим, игра на паузе не сохраняется, как в Тетрисе Аполло. Ну вот такой Тетрис из начала 90-х, IQ Stacking 32 в 1, B328, прародитель Тетрисов Аполло. На этом все. Всем пока. Пока. Пока.